В школе для мальчиков система образования та же. Меня удивляет другой. В еврейских школах преподаванием... Такой антиполонизм. През фильмы, какие-то там птаки, продукции украинско-словацкие, чешские, крупная ответственность такая, что то, что Польская использовала пару лет тому против украинцев и была изманипулирована через жидов, Ту самую манипулированную технологию использует сейчас и Украина со Словацией, чехами против Польской. Те же будучи манипулирована жидами, что нибудь то тотально всех жидов, Поляцы расстреливали и того с чего. Но почему существует такой антисемитизм, но лучше сказать антипротекционизм, антилобби, кламство жидовского? Почему? Потому что люди, не Украинцы, не Поляцы, не против обычных жидов, которые не имеют ни с политикой, ни с идеологией, ни с пейсами, ни с этими технологиями антихристианскими. Ну ладно, потому что и целый мир, потому что они впервые влияют на все христианство. Сыне жидов, которые за Христу, но их очень мало. А они и впервые проводят эту технологию, используют как в религии, так и везде. Более торы, чем в Змертвыхстане и остальные, остальные в религии верят везде. Поэтому и не любят их курды. Как-то трудно понять, что по-спешальскому курды и его тоже говорим на его программах добрых. Часами. А почему так? Ну, потому что народ такой, курды, в Польсе и в Украине, что классы на, ну, не только жидовские, фрикасы, на фрикасы погарды, которые, которые припроводзают до этих душ Поляков, через технологии жидовские и путинские, и народ, people, хаваят. Жри. Люди жрят то, потому что им подобен лимбичный систем мозга своего, где они через те эмоции, которые привела нам погарды в их мозгу примитивным. Ну, потому что не все это, но большинство. Мы знаем, как Тузка две каденции была выбрана. Та истота кломливая шатаинская, через эту пропаганду такую, через этот идентизм погардливый, и вплыва на этих Поляков, которые жрят то все. Для этого и вопрос. Речевистая, ясная ответственность. Не только для поспешальского. Почему так в Польсе, что она на таком примитивном уровне? Не. Бо люди таци, курды, ниц не породишь, то звензек радецких републик социалистичных до первого еще сидит в их душах, в их источе, в их розуме, в их религии. Даже через то, что они ходят, как будто до костюма, но они ходят только, чтобы запевнять погарды своей души, и выполнять эту приемность быть в одной польской родине, быть спойным загаром, быть тлумом, которого огарня, обоймуя одна идея польскость. Так, они с тем целью ходят, но выходит, что все по-другому. Рождают кто? Сполки работничные, идеологические ОНРовские, жидовские лобби. В годы 1934 года рождают фашистские лобби. Так, это была захвыцательная идея. Те же была идея антисемитическая и решта, но не в том же. А в том же, что те сполки, как ОНРовские и решта, по своей источнице, с предавчиня были кому. Но чтобы это было так, как это, под впливом, под брендом «Польскошчи» и «Польские вальчонцы» и «Хасла». Власне же. Но они работают, как лобби жидовские. И лобби социалистичные, потому что нужно, чтобы с ними разговаривать, с теми спрятавчинями, потому что они спрятают Польске. Сейчас, везде, я сегодня, в рамках смотрел фильм «Дольче Велия». Что они несут там? Такие кламства страшные, обжидливые, обжидливые против Пис. Власне же. То, через ту идеологию, на которой был податный, даже и Пис, повернулся на ту идеологию и различные против того самого, ну не помню бандерызму, но национализму украинского, в котором тоже были большие помилки. Такие самые помилки и не «не», не жили такие самые, как и у польского национализма в свои часы. Курды. Я понимаю, что и Матеуш Муравецкий, через свою жизнь в своей крови, через Корнела Муравецкого, чаще всего крови жидовской, я понимаю, что и Бета Шидло тоже поблажливые и неважно про жидовские ставила, и мала и ма, они теперь имеют отношения про жидовские. Они симпатизуют жидам. Я понимаю, что это хорошая, добра политика, которая несет под собой хрещанскость, хвалебную хрещанскость, не источную. И которая сам про демократичную, и новочесную, и остальное, ну такая нормальная политика, людская, хуманная, хуманистичная, то есть одна вещь. Но вы представляете себе, что бы это было, если бы в Польске целая колония в Песах, которая почти как в Израиле, обходящаясь с этими ортодицийными хорами, фанатичными жидами, в Песах, которые, как израильская полиция, их выперделя. Они взрываются на дорогу, их взрываются. Ну то хорошие люди, фанатицы. Что бы это было, если бы целая люди, в том же составе, в той же количестве, в той же количестве, сейчас была бы известна с теми самыми жидами, если бы они не отъехали до Израиля, до земли обыцанной их, там, где земля обыцана на Иисуса Христуса, Бога нашего Всевозможного на вперв, а потом их земля, тех, которые распилили, которые предали, спредали на смерть Бога Всевозможного. То, что это земля на вперв. Того Бога, который выслал Сына своего единого на смерть этим спредавцам. Ну, хорошо. Это их земля. Так, что бы это было в Польше, если бы они в той самой личности сейчас мешали бы в Польше? Не было бы пањство волшки польские, как вы не разумеете этого, курды, что вы вытворачите за своими службами специальными, которые ниц не варты, ниц не робят. Они наоборот повинны кшталчить целые краювки, целые институции украинских националистов. Повинны знайдовачим, как в Кракове, в Чечине, в Верославе не треба, курды. Где-то еще в Польше, чтобы они скотечно борются за своим здрадом, за своим лобби в Украине, как жидовским, социалистичным, спредавчим и путиновским тем лобби, которое и в России, и тут, те же самые, нижче славян. Сдача их лбами, чтобы они борются, то скотечно робят Путин, паскуда. И то повторяем, за ним, уже те лобби жидовские, которые в Украине, чтобы эти националисты были поляцы в Польше, украинцы в Украине. Как-то не зрозумело, а жиды могут допомогать, а не рожать. Допомогать, а не рожать. Еще раз повторяю, как в украинской повстанской армии были жиды, лекарцы, шили, кроили, они допомогали, но они не рожали. Так должно быть и в Польше, и в Украине. Так и есть, спасибо Богу сейчас, спасибо Пису, в Польше. Но очень гордливая партия в отношении украинцев. И это нужно выражать вместе. Как это выглядит идиотично, потому что Бог дал человеку источник, понимание и выбор воли. А человек, как себя заховывает, как быдло. Настято. И именно поэтому это очень обжидливо быть быдлом как для Поляка, так и для Украинца. Хотя бы с того, что Бог на это смотрит. Те Бог, который дал человеку волю по своему обличку. Возвращение на работу. Возвращение на работу. Возвращение и контролем за знаниями детей занимаются разные люди. За успеваемость отвечает вот этот человек. Возвращение на работу. Возвращение Возвращение Возвращение